Всем привет! Это просто была неделя имени Маркуса Рэшфорда. Я уже не знаю, как по-другому его хвалить. Но уже к февралю он побил свой рекорд результативности за сезон. Хорош и его Юнайтед на данный момент клуб одержал больше всех побед в сезоне среди команд топ-5 лиг. Противоположная ситуация у Челси и Грэма Поттера. Синие снова проиграли. Причем не реализовали столько моментов, что появилось ощущение, будто их прокляли. Наметилась интересная тенденция в Тоттенхэме. Команда играет лучше, когда Конте нет на скамейке. Милану с ним уступили. А на выходных без Антонио одолели Вестхэм. И там даже Сон наконец-то забил в чемпионате. Интересный расклад теперь в Бундеслиге, где идут вровень сразу три команды. Бавария, Дортмунд и Унион. В Испании Реал старался нагнать Барселону, одержав две победы. Но каталонцы также взяли очки благодаря проснувшемуся Феррану Торосу. А еще поставили рекорд на лиге по количеству пропущенных голов за 22 тура. Ну и, к сожалению, неделя принесла две кошмарные травмы. Одну нанес игрок Саутгентона Сезару Аспеликуэти. А другую получил Неймар в матче против Лили. Обоим парням здоровье. Выглядело это все кошмарно. Ну да, да, я помню, конечно. Я приготовил тебе сюрприз романтический. В смысле? В смысле, это было неделю назад. Блин, блин. Что такое, Васян? Да, короче, я думал, что день влюбленных сегодня. Хотел сюрприз приготовить, а он, оказывается, неделю назад был. Ну ты даешь. Да, блин. Давай, справляйся. Устроишь запоздал романтический ужин, а там уже разберешься. Ну а я устрою себе обед. Просто хороший рабочий обед. Организуйте сегодня или на выходных для своей половинки романтический ужин. А наши друзья доставка еды в Фудбенд круглосуточно сами приготовят и доставят вкуснятину по всей Москве. С промокодом МЯЧ25 на все заказы будет хорошая скидка. Многоразовая, хоть каждый день, извиняйся. В Фудбенд много пиццы прямо из печи. Классическая, острая, суперсытная или изысканная для свиданий. Если хочется рыбки, берем роллы с лососем или морепродуктами. Тоже много вариантов. Или вот поте-боллы для фитнес-леди с рыбкой или другими начинками. Красиво, сытно, модно. Что еще нужно? Ну или горячее блюдо со сковородки, та же курица по-пекински. А себе под просмотр еврокубков барбетю-крылышки с картошечкой. Ну почему бы и нет? Короче, если хотите вкусно поесть, сами или в компании, кликаем по ссылке, заходим в Фудбенд и пишем промокод МЯЧ25. Будет хорошая скидка на все заказы. И приятного аппетита! Начинаем, как всегда, с вратарей. Первым отмечаем Бернда Лену из Фулхэма. В матче с Брайтоном, где соперник нанес 21 удар и набил по ИКЖ 2,71 против 0,22. Дачники, только благодаря усилиям немца, смогли одержать победу, причем в сухую. Ну и кипер Дортмунда, Грегор Кобель, сначала классно проявил себя в Лиге Чемпионов в игре с Челси, сделав семь сейвов и не пропустив. А потом и в Бундеслиге с Герта, где его партнеры, несмотря на свои четыре гола, допустили много моментов, но швейцарец снова был хорош и восемь раз выручил команду. Выбор первого номера команды за вами. Переходим к защите, где слева выйдет Альфонсо Дэвис, записавший на свой счет голевую на команду в игре с ПСЖ. Но еще круче канадец себя показал во встрече с Гладбахом, в которой его команда хоть и уступила, но персонально Дэвис смотрелся лучше всех на поле. Место справа займет Эмерсон Рояль, который набирает форму и стабильно приносит пользу команде. Теперь вот с Вестхэмом, пока Али Шарлис и Некей никак не могли пробить Фабьянского, Бразилий в начале второго тайма подключился к атаке и из паса Бена Дэвиса забил столь важный первый гол в матче. В центре обороны неожиданно выйдет футболист, ужасно игравшего после чемпионата мира, Милана Малик Тиаф. Россонели были действительно в плохой форме, но в последних матчах Пиоли перешел на игру в три центральных защитника и начал выпускать этого молодого центра Дэвиса, купленного летом у Шарки. В итоге парень очень надежно действовал с Тоттенхэмом и спонсором, и по новой команде провести оба матча на ноль и победить. Что ж, мы увидели, как при Пиоли стали крутыми Тамори и Калюлю. Неужели Тиаф это его новое творение? Рядом с ним сыграет внимание Гудали Сивили, номинальный центральный полузащитник, который у Санпаоли играет в обороне во встрече с ПСВ в Лиге Европы, отлично справился не только со своими прямыми обязанностями, но и по старой памяти подключился вперед и забил, как кажется, очень важный гол в двухматчевом противостоянии, ведь 3-0 это уже почти приговор. Переходим к центру поля. Здесь начнем с героя веселого поединка Мальорка Вильяреал Дани Родригеса. В игре, где было забито 6 голов, случилось раннее удаление и ошибки с обеих сторон, этот полузащитник Мальорки, кажется, провел матч своей жизни. Забил два гола, накручивал соперников на дриблинге, успевал в обороне и это все в 34 года против топ-соперника. Отличный перформанс, благодаря которому команда взяла 3 очка. Рядом с ним сыграет Робин Маркус Решфорта, Бруно Фернандеш. МЮ сейчас играет в очень удобный футбол для демонстрации лучших качеств португальца. Например, Бруно отлично умеет одним пасом разрезать оборону соперника и вывести партнеров на РФДВ с вратарем. С Барси так получилось только два раза, но зато после его пятки Кунде срезал мяч в свои ворота. А вот с Лестером Бруно регулярно обострял игру своими передачами и отдал аж 9 ключевых передач, две из которых стали голевыми. Фернандеш Нинчи очень крут. Теперь переходим к атакующим футболистам, иначе не хватит места всем героям недели. На левый край поставим Карима Адееми из Дортнуда. Какой классный гол он добил в ворота Челси, просто уничтожив Френсу Фернандеса в контратаке. А какой эстетский удар пятки исполнил он в разгромном поединке с Герты. Да и в целом на неделе Карим показал ту самую игру, за которую выкупили из Зайсбурга, выиграв борьбу у многих ток-клубов. И надо же, он взял и сломался после такой недели. Здоровья, Карим! Место справа дадим Йонасу Хоффману из Гладбаха за бенефис в матче с Баварией. Два ассиста, один гол, семь ключевых передач. Именно благодаря таким игрокам и их перформансам Барусия стала прям очень неудобным соперником для Баварии. Мюнкенцы теряют очки с Гладбахом уже в пятом матче к ряду. Как пошутили СММщики Барусии в соцсетях, даже покупка Зоммера Баварии не помогла. Место свободного художника отдадим Маркусу Решфорту. Ну как он с Барсой включил турбо-режим и сделал почти в одиночку два гола. А как прибил Лестер своими мячами в обоих таймах, блестящеализовав выходы один на один. Ну и еще немного о достижениях англичанина. Ему осталось всего два гола до клубного рекорда Руни по голам за сезон на Ултрафорд. Ну и в центре нападения выйдет Киллиан Бапе. Все же видели этот эффект от его выхода в матче с Баварией. С французом на поле ПСЖ стал будто другой командой. И теперь очень интересно, во что он превратит оборону мюнкенцев в ответном матче. Ну и на выходных в Лиге 1 с Лилием Киллиан оформил дубль. Особенно мне понравился его проброс мяча между двумя защитниками в своем первом голе. Помню, подобное круто исполнял Куатэ Макбланко из Мексики. Ой, опять я со своей этой ностальгией. Схема получилась 4-2-3-1. Состав получился, может, чересчур атакующий. Но зато с ним мы точно сможем забрать мяч под контроль и висеть у ворот соперника весь матч. А когда у тебя впереди такие монстры, как Решфорд и Мбапе, можно не бояться за результат. Ведь эти парни забивают первыми, а потом могут добить соперника. Кем бы он не был. На место тренера будет несколько претендентов. Это Тенхак, использовавший интересные тактические ходы. Например, Векхорст. У него и третьего полузащитника исполнил с Барселоны. И оттянутую десятку с Лестером. Пиоли также удивил свышеупомянутым переходом на три центральных и важнейшие победы над Тоттенхэмом в Лиге Чемпионов. Ну и хорош Эдин Терзич, который в Бундеслиге и в Верокубках показал яркий футбол со своим Дорганом. А кто из них будет тренером нашей команды, решать вам. Теперь на очереди классическая рубрика от Фонбет. Топ лучших матчей наступившей недели. Сегодня в Лиге Чемпионов встретятся финалисты прошлого сезона. Ливерпуль и Реал. А завтра Лейпциг и Ман-Сити. Кроме того, в этот день возобновится Фонбет Кубок России, где сыграют друг с другом Локо и Спартак. В четверг в Лиге Европы состоится ответный поединок между МЮ и Барсой. А на выходных чемпионаты порадуют нас Мадридским дерби, противостоянием Тоттенхэма и Челси, матчем лидеров Бундеслиги Баварии и Униона и французским Le Classic игрой Марселя и PSG. Напоминаю, что подробные линии на эти и другие события вы найдете у наших надежных партнеров, компаний Фонбет. А по промокоду МЯЧ еще и получите 2000 фрибетов при регистрации в мобильном приложении. Вся инфа внизу. Enjoy, но с умом. Список запасных сегодня откроет Кевин Деброни за матч на Эмирес, где он показал, что с ним на поле сети команда совсем другого уровня. Да и с Ноттенгэмом у бельгийца и партнеров все было в порядке. И в счете вели, и моменты железные создавали, но подвела реализация и поздний гол соперника. Так что нужно снова догонять Арсенал. Второй в нашем списке Лукас О'Кампус, король матча с Севилье PSV. Во втором тайме аргентинец сначала оформил очень красивый гол с разворота, а потом еще и отдал тонкий ассист пяткой. Талантливый парень этот О'Кампус. Жаль, что выстреливает очень-очень редко. Третий здесь Дарвин Нунес. Уругвайц помог Салаху отличиться в игре с Эвертоном, а потом забил важнейший первый гол во встрече с Нью-Каслом. Теперь потихоньку все люди, критиковавшие Дарвина на старте сезона, начали успокаиваться. Уругвайц очень вовремя для Клопа начал приносить пользу. Четвертый на нашей скамейке полузащитник Лечи Алексис Блин. Его команда неожиданно в гостях обыграла Аталанту, который нынче на ходу. А сам француз был очень хорош в центре поля против Коп Майнерса и Кампани. И главное, забил победный гол. Так что он свое место точно заслужил. Ну и забьет на наш список лидер Саутгептона Джеймс Уортпраус. Его команда идет на последнем месте. А он своим мечом со штрафного помог одержать очень важную для борьбы за выживание победу над Челси. А еще по этим самым голам со штрафных Джеймсу остался всего один до великого Бекхэма. И звание лучшего исполнителя штрафных в истории АП. Не забывайте, что за вами в нашем Телеграме выбор лучшего игрока скамейки. Ну и приготовьтесь послушать Сашу с рассказом о главных событиях недели. Всем привет. На неделе Марселла, почти не игравший из-за травм за Олимпиакос, расторг контракт с клубом спустя пять месяцев. Пишет, что бразильец получил очень заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. А Салернитана во второй раз за месяц уволила тренера Давида Николу. Напомню, что до этого коуча вернули спустя 48 часов после расставания. Но на третьем месте новый скандал в Барселоне. На неделе испанские СМИ выдали бомбу, сообщив, что клуб с 2001 по 2018 годы регулярно перечислял деньги вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марио Энритису Негрери. В общей сложности эта сумма составила 6,6 миллионов евро. Итак, за что же каталонцы платили одному из боссов судей? Лапорто сразу же пояснил, что клуб оплачивал отчеты о молодых игроках и судьях, что, по словам Жоана, является обычной практикой в больших клубах. Вот только позже журналисты издания Эль Мунда, тот самый обнародовавший детали грабительского контракта Месси с Барсой, опубликовал переписку между бывшим президентом клуба Бартамео и Негрери. В ней последний угрожал Жозепу раскрыть нарушение клуба, если ему не предложат платить после выхода на пенсию. А Бартамео в ответ сказал, что это будет иметь последствия для чиновника. Вряд ли Негрери стал бы шантажировать Барсу, если бы та была чиста, как говорит Лапорто. А еще не в пользу каталонцев высказался их экс-тренер Эрнеста Вальверде, заявивший, что вообще никогда не получал отчетов, о которых говорит Жоан. Короче говоря, Барселона снова вляпалась в мутную историю. И хотя глава Ла Лиди Тебас говорит, что клубу не грозят спортивные санкции из-за истечения срока давности, на самом деле это не так. И все зависит от того, к какой категории прокуратура отнесет дело Барси. В самом худшем случае, если вина синегранатовых будет доказана, FIFA и UEFA смогут исключить их из турниров и лишить титулов. До этого дойдет, но Барселоне за очередной скандал минус 6,6. На втором месте кризис ПСЖ. В начале недели парижане уступили в первом матче одной восьмой лиги чемпионов, впервые с 2020 года доведя свою серию из поражений до трех игр подряд. После такого всей команде пришлось подходить к трибунам и извиняться перед фанатами. В воскресенье все могло стать еще хуже, однако с Лилием команда пусть и не по игре, но одержала победу, чудом спавшись в концовке. В то же время в раздевалке ПСЖ опять неспокойно. Лейти пишет, что в целом в коллективе испортилась атмосфера после Мундиали. Плюс застопорились переговоры о новом контракте Лео, из-за чего в Париж вылетел его отец. Месси вроде как недоволен тем, что шейхи строят проект вокруг Мбаппе и игнорируют его с Неймаром. Что касается самого Нея, то он тоже отличился. После встречи с Баварией Телян Мбаппе в раздевалке выдал речь о важности спортивного режима. Бразилец, конечно же, послушал партнера и на следующий день, сыграв на покерном турнире, ночью заглянул за перекусом в Макдональдс. Ну а в воскресенье Неймар еще и получил очередную травму лодыжки, о которой вначале говорил Вассант. И теперь, видимо, пропустит ответный матч 1-8 с Баварией. Конечно, очень не вовремя начало штормить парижан прямо в ключевой отрезок сезона. С учетом выше перечисленных проблем, кажется, что клуб вновь останется без долгожданного кубка Лиги Чемпионов. Пассажир минус 30. И на первом месте гибель Кристиана отцу. В прошлом выпуске мы говорили, что игрок турецкого хатайспора оставался под завалами после землетрясения в Турции. И вот на неделе, к сожалению, пришла новость, что футболиста не стало. Гансу был 31 год. Он успел поиграть за Порту, Малагу, Эвертон и другие европейские клубы. Но больше всего матча провел в составе Ньюкасла, в котором и стал известен широкой публике. За сорок Кристиан играл, может, не очень эффективно, но точно ярко. Винтер всегда отличался дриблингом и нестандартными решениями на поле. Публика на сцене Джеймс Парти полюбила футболиста. И на неделе перед матчем с Ливерпулем, на котором присутствовали жена и дети отцу, почтила его память аплодисментами, несколько раз пропев You'll never walk alone. За Хатайспор Ганец вообще провел только четыре матча, но и там успел запомниться болельщикам. В своей последней игре Кристиан вышел на замену на 97-й добавленной минуте и принес команде победу голом со штрафного. Роковая деталь, о которой поведал сотрудник Хатайспора. 5 февраля в 11 вечера сразу после матча Ганец должен был улетать к семье, но после важного забитого мяча почему-то решил перенести полет. А уже на следующее утро в Турции начались подземные толчки. Драматичное стечение обстоятельств. Вечная память Кристиану-отцу и всем жертвам трагедии в Турции. Теперь о хорошем. На неделе в матче молодежки Милана за одну команду сыграли сразу два Ибрагимовича. Златан, набирающий форму после травмы, и его сын Максимилиан, выступающий в структуре Рассанери. А игрок-пассажир Уоррен Заир Эмери стал самым молодым футболистом в истории Эл-Че, появившимся в старте на матч-плей-офф. Но на третьем месте Халк с Пашей сразу два матча на неделе. Только недавно в топе мы восхищались бразильцам, рассказывая о его ренессансе на родине. Как игрок вновь дал повод о себе рассказать. Сначала во вторник в дерби с Крузейра Халк на 81-й минуте положил вот такую нереальную банку со штрафного, принеся ничью Атлетико Минейро. Интересно, что этот гол форвард отпраздновал перед трибунами соперника, показав им фирменный знак Ультрас Атлетико. Но в Бразилии настолько любят Халка, что даже это не помешало болельщикам Крузейра после игры выстроиться к нему в очередь за автографами. Ну а в субботу в матче против Атлетико Патросиненце ветеран вновь стал героем крутой развязки, забив победный мяч аж на 10-й добавленной минуте. Вы только посмотрите на силу удара! В 36 лет игрок является лучшим бомбардиром чемпионата штата Минейро и, кажется, будет готов разрывать бразильскую серию А и в новом сезоне. Халку плюс 50. На втором месте везунчик из Лондона. Юный тиктокер из Англии под ником Pirlo2.0 на неделе стал героем ситуации, в которой мечтает оказаться каждый парнишка, любящий футбол. Пацан вышел на улицу повозиться с мячом и начал записывать на телефон очередной тикток. Как вдруг заметил, что мимо проходят профессиональные футболисты и не абы какого клуба, а лидера АПЛ Арсенала. Причем игроки не просто двинули мимо, а начали общаться с парнем. Подпишите его, крикнул Эдегар, увидев фимты пацана. Зинченко так вообще предложил ему сыграть в панну, а Малой не растерялся и протянул Сани между ног. Правда, в кадр попала только реакция Зины. Наверняка многие из вас представляли, как бегают с мячом по коробке, а со стороны на вас смотрит кумир. Роналду, Месси, Рональдинью, кто угодно. Так вот, с парнишкой из Лондона все реально так и случилось. Этот момент останется глубоко в моем сердце. Это один из лучших моментов в моей жизни. Написал в соцсети Pirlo 2.0. Юному тиктокеру и игрокам Арсенала плюс 100. И на первом месте перемены в МЮ. Для болельщиков Юнайтед, которые давно устали от правления Глэйзеров и не раз протестовали против них возле Олд Траффорд, на неделю пришли позитивные новости. Сразу несколько авторитетных людей и компаний в мире футбола включились в борьбу за покупку клуба, который был выставлен на продажу в ноябре. Первый Эмир Каттера и владелец ПСЖ Тамам Бен Хамад Альтани. Его СМИ вообще называют фанатом МЮ, а люди, близкие к Альтани сообщают, что тот хочет, цитата, «вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами». Правда, тут могут возникнуть проблемы в переговорах. Глэйзеры просят за клуб минимум 5 миллиардов евро, но Шейх, как пишут инсайдеры, не собирается плясать под их дудку и сделал предложение в размере 4,5 миллиардов. Еще одним претендентом является один из богатейших людей в Великобритании Джим Рэдклифф, владеющий клубом Лиги 1 Ницца. При нем, кстати, дела идут неплохо. В прошлом сезоне Ницца впервые за 25 лет дошла до финала Кубка страны. Ну и последним в борьбу за покупку МЮ включился хедж-фонд Эллиот Менеджмент, владевший Миланом с 2018 по 2022 годы, после китайцев. И хотя в этот период боссов Рассонери критиковали за недостаточное количество вливаний в клуб, нужно признать, что именно при них Милан вернулся в число итальянских грандов. В общем, каждый из потенциальных владельцев по-своему хорош и уже имеет успешный опыт управления футбольным клубом. Фаны МЮ напишите, кого бы вы хотели видеть во главе Юнайтед. А пока будущему владельцу, кем бы он ни стал, авансом плюс 200. Список худших игроков недели открывает Ник По, который в игре с Ливерпулем сначала быстренько пропустил два гола от Нуни Сейгак По, а потом будто побежал спасать Саудовскую Аравию, родину свою новую, и заработал нелепо удаление. Сыграв руками в метрах 20 от своей штрафной и убив, по сути, интригу в этом матче. А еще из-за этого По пропустит финал Кубка Лиги с МЮ, так что в основе может выйти великий и ужасный Кариус. Фаны Ньюкасла, скрестите пальцы. В защите выделяем парней из Малерки, Хосе Купетте и Антонио Раилио. В матче с Вильярлом, когда команда была в большинстве и была в счете, они умудрились допустить две глупейшие ошибки и позволили сопернику сравнять счет. И даже тот факт, что команда все равно выиграла, их не спасает. Я бы за такое лишал премии. В средней линии отмечаем со знаком минус Фрэнки Де Йонга. Все, чем он занимался на поле в двух матчах на неделе, это короткие передачи на ближнего. И все. Никакой пользы впереди. Одна ключевая и ноль ударов по чужим воротам за два матча. Это мизер от игрока такого таланта. Фрэнки должен становиться лидером команды, а он превращается в какого-то игрока настроения. Ну и в нападение за ужасную реализацию попадут ребята из Челси. Фелиш, Хайверс, Зиеш, Стерлинг. 19 ударов на четверых за два матча и ни одного гола. Надеемся, что их, как это обычно бывает в нашей рубрике, взбодрит попадание в список худших. Вон, в прошлый раз взяли имобили, так он на неделю забил три гола. Голосуйте за главных лузеров в нашей телеге. В прошлый раз лучшим марком недели вы признали Маркуса Решмана. Помимо англичанин, у которого уже бронь в списке на голосование, в этот раз название MVP будут предъявлять еще Киллиан Бапе и Карим Адееми. Голов классных на неделе было очень много, так что приготовьтесь к просмотру. Отличный мяч положил Хвича после прохода с Сусуоло. Еще одним сольным рейдом отметился Флориан Вирц из Байера в игре с Монатом. Выстрел Джорджинио, который в итоге записали в протокол как автогол Мартинеса, тоже нельзя обойти стороной. Есть у нас и редкий гость, игрок Болони, Роберто Сориано с красотой Варвы Самдори. Гол Шимуса Колмана из игры Эвертона и Лидса давайте тоже возьмем. Очень неожиданным уж получился удар. Мяч Киллианом Бапе из передачи Неймара во встрече с Лилем здесь тоже обязан быть. Ну и Адееми с его пяточкой мы включаем в этот список. Уверен, у вас были и свои фавориты из не вошедших сюда, так что пишите нам о них в комментариях. И выбирайте автора лучшего гола и главного игрока недели в нашем Телеграме. Этот выпуск для вас провели Васан Балан и Саша Ронёв. Нажимайте все лайки, подписывайтесь, ну и обязательно смотрите прошлые ролики. Например, пока не поздно, пять причин о том, кто пройдет дальше, Реал или Ливерпуль. Все, пока, ребята.